Пройтись по городу с оркестром и просто полюбоваться искусством духовых оркестров со всей страны смогут казанцы в рамках фестиваля «Фанфары Казани». Подробности этого масштабного культурного события узнаем у нашего традиционного утреннего гостя, организатора фестиваля Аделины Мартьяновой. Адрин, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. В который раз в фестиваль проводится «Фанфары Казани»? Фестиваль «Фанфары Казани» будет проходить в городе в седьмой раз. Это ежегодный фестиваль? Это ежегодный фестиваль, он проходит традиционно с 2012 года, а с 2014 основной площадкой фестиваля является Казанский Кремль. В этом году фестиваль вышел за рамки города. Помимо основной площадки в Казанском Кремле, оркестры выступят на сценах в обновленных парках и скверах города. Впервые в этом году фестиваль будет идти 4 дня, с 16 по 19 августа включительно. То есть уже с завтра? Да, уже с завтрашнего дня. И первый концерт пройдет за день до открытия. То есть завтра первый концерт свой даст... То есть это не открытие? Нет, это будет не открытие. То есть зрители смогут познакомиться с оркестрами еще до торжественного начала фестиваля. 16 августа в 16.00 на площадке перед Театром Камала свой первый концерт даст старейший российский оркестр из города Владивосток. А какие еще оркестры будут представлены? Из каких городов и вообще сколько? Да, в этом году 19 оркестров участвуют в фестивале. Помимо оркестра из Владивостока, который прилетает спецбортом, получается... Это самая далекая точка, самая дальняя? Да, это самая дальняя точка. И это стало вообще возможным благодаря нашему партнеру фестиваля. Это Международный аэропорт Казань. В этом году выступят оркестры из Белоруссии и Казахстана. То есть уже вышли на международный уровень. Я правильно понимаю? Фестиваль вышел на международный уровень еще в 2016 году. Там выступил оркестр из Казахстана. Он уже своего рода друг и постоянный участник нашего фестиваля. В прошлом году выступали оркестры из Турции. А в этом году будут белорусы и казахи снова. Опять же, репертуар будет и на белорусском, и на казахском языке. Оркестры сыграют и споют. Они еще и поют? Да, они еще и поют. Только мужчины выступают или женщины? Нет. Традиционно постоянным участником с момента основания фестиваля является женский джаз-оркестр «Фантазия» Казанский. Это уникальный оркестр, в составе которого только женщины. И все оркестровые партии исполняют только они. Также в прошлом году было яркое выступление нижегородских мажореток девочек. В этом году мажореток. Барабанщиц и мажореток. Это девушки, они играют на барабанах. Не путать с мажорками. Да-да-да. В этом году выступят девушки, тоже мажоретки, из Уфы. То есть, мы думаем, будет не менее яркое выступление. Простите, я не могу не спросить, что значит слово мажоретки? Я просто не понимаю. В мажоретке это происходит от французского слова «тамбур-мажор», то есть мальчик, который играет на барабане. Вот. И то же самое у него была девушка помощница. Это вот девушки, которые с барабанами идут красиво, в коротких юбочках. Класс. Очень красивое зрелище выступления. Вы сказали, что джазовый оркестр, да, выступает. Да. Давайте немножко про жанры. То есть, мы не будем раскрывать какие-то тайны, кто что будет исполнять, но в целом, что можно будет услышать? Что-то необычное, может быть? Непривычные марши? Вообще, самым ярким выступлением является это, когда 19 оркестров играют гимны Российской Федерации и Республики Татарстан. То есть, будет сборный номер такой? Сводного оркестра, да. Крандиозно. Он пойдет на территории Казанского Кремля на традиционной площадке в день открытия 17 августа в 17.30. Также, ну, до последнего каждый оркестр все равно хранит интригу о своем выступлении, но уже известно, что, как я уже сказала, будут сыграны композиции казахских, белорусских композиторов, а также один из оркестров готовит индивидуальную программу в стиле рок. Также будет выступление, построенное на казачьей тематике. Так что, думаю, будет интересно. Это очень интересно. Это очень интересно. Да, как попасть? Желающих наверняка будет. Многоодный фестиваль абсолютно свободный. То есть, и в Казанском Кремле, и в парках, и скверах города никаких возрастных ограничений нет. То есть, каждый желающий может прийти. Оркестр сыграют вот на площади перед Театром Камала. Да, вот, может быть, уточнить по датам, чтобы уже целенаправленно люди знали, строили планы, куда идти. Хорошо. Ручки в руки записываем. 16 августа будет дан старт фестивалю. На площадке перед Театром Камала сыграют первые оркестры, а также в парке имени Урицкого также будет дан уже концерт. 17 августа будет торжественное открытие. С 14.00 оркестры пройдут по улице Баумана торжественным маршем. И уже у стен Казанского Кремля будет построение, а далее открытие на основной площадке. 18 августа оркестры также сыграют в парках. Это парк Победы, парк Черное озеро, в парке Крылья Советов. И 19 августа оркестры сыграют также в Казанском Кремле и на Кремлевской надежной. Это уже закрытие будет? Да, это уже будет день закрытия фестиваля. Слушайте, последний организационный момент, так уж просто ради любопытства. Это фестиваль или это соревнование? То есть все выступают просто ради красоты? Это фестиваль. Победителей не будет, да? Да. Хорошо, тогда победителем будут все казанцы, которые смогут это посмотреть. Спасибо большое, это суперинтересно. Будем наслаждаться вместе с вами. Тем более, да, что-то приходится еще на выходные дни. Да, 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 конечно. Фанфары Казани. С основной программой, в принципе, можно будет познакомиться на официальном сайте Кремля и мэрии города Казани. То есть везде это есть. Интернет вам поможет. Спасибо, Аделина. Желаю вам удачи. Спасибо.